назовите 3 плюс этого хостела цена всего лишь как хэмптоне бэй хилтон девять тысяч на троих на две ночи вы что может горячая вода в душе мягкая кровать площадь площадь нашего номера я ожидал лучшего достаточно чистый туалет все чистый главный вход доступ через код который вам прислали по sms здесь можно подняться по лестнице такой красивый винтовой и оставить свой велосипед а можно подняться на лифте чего в хостеле лежат разные туристические карты так что можете не заранее не тратиться на них кстати мы заселяемся совсем вечером и reception здесь не работает нужен только код который вам прислали пароль также прислали в смс кино если кто забыл везде есть напоминание курение запрещено выбрасывание мусора из окна тоже запрещено выбрасывать нужно только специально отведенным для этого места наш номер находится на четвертом этаже и вот здесь очень очень много номеров короче хостел очень большая атмосфера такая пустоты одиночества тишины страшно здесь громко разговаривать немного похоже на больницу какую-то с кучей просто палат белые стены и практически нет людей это много каких-то таких общих пространстве можно посидеть отдохнуть в шкафу есть все необходимое для того чтобы вы поели такой милой корзинки для пикника лежат всякий прибор тарелочки можно будет с собой обязательно помыть посуду такие вот новенькие аккуратненький чайник и кофеварка итак расскажу немного про то какие тут душевые мы живем четвертом чтобы попасть душевую нужно спуститься на этаж к и двигаться по коридору здесь весь этаж посвящен разным прачечным сушилкам душевым вообще мне все время казалось что хостел должно быть что-то такое уютное маленькое миленькое этот хостел он напоминает больницу и эти коридоры немножко жутковатый такой совмещенный душ вот выглядит так несколько кабинок как обычно бассейнах устроена достаточно горячая вода прикольные смесители с одной стороны включаешь воду с другой стороны настраиваешь температуру вот такая общая зона целых пять душевых есть еще две душевые только для мужчин и две душевые только для женщин совмещенные с туалетом выглядит они чуть похуже свет включился сам здесь два туалета и вот такая душевая то здесь по идее для двоих так здесь закрываешься здесь оставляешь свои вещи что мне не понравилось то что здесь достаточно холодно все время какой-то ветер дует откуда-то но вода главное что сама горячая а еще на этаже к только с другой стороны находится парковка и нужно заранее бронировать иначе придется искать какую-то платную парковку на улицах здесь же парковка на сутки стоит всего 3 евро это нереальные цены для хельсинки он зарезервирует номер вот нас был номер 9 дадут специальный код для парковки то есть чтобы на нее заехать здесь чтобы зайти в номер чтобы заехать на парковку свои коды как будто бы играем в какую-то игру постоянно нужно ввести какой-то код чтобы зайти как квест а если вы не успели заранее запронировать парковку в хостеле вам придется купить такой парковочный билет называется парковочные часы или стояночные часы здесь можно самим устанавливать время в которое вы поставили машину на парковку потому что здесь очень популярная тема что можно ставить например на 4 часа или на 2 соответственно вы например 6 или 18 поставили машину и проверяющие будут знать то что если уже больше восьми вам можно например выписать штраф если парковка действует только два часа еще мы пытаемся выехать отсюда пока что у нас не очень получается перед нами стоит автомобиль кстати тоже из россии тыркается туда-сюда его там уже работники этого хостела куда-то звонят дергают какие-то тросики лишь бы дверь открылась короче это видимо игра game over набивали эти циферки набивали ничего не получается он еще заденет все судя по количеству машин в этом хостеле очень много русских коридором наоборот очень мало людей и видимо все эти небольшое количество людей что-то есть в этом хостеле это все русские сейчас пошел разбираться дверь заклинило охренеть это из-за морозов интересно не только мы хотим погулять по хельсинки в минус 17 ладно начнем пока наше интервью тогда как вам понравилось в этом хостеле несмотря на ситуацию с парковкой и кажется кто даже не придумаешь такой ситуации просто даже представить нельзя что тебя заклинило на парковку да вот я только сказал что лучше так чем становиться на платную платить на улице нет видео там хоть можно выехать у них это получилось старым проверенным русским способом постучали и открылась никаких коды не должны мы свободны на самом деле мы ждали всего пять минут вот этим кажется товарищем финские парни взломали кажется этим товарищем повезло чуть меньше такое жизнь что я где-то в россии снимаю передо мной русские номера поверьте на слово это финляндия 10 двух минутах от хостела супермаркет можете там купить все что захотите и поесть хостеле есть специально для этого места там очень много столов как в столовой пожалуй самый большой недостаток это что хостел находится не в центре было бы круто если бы он прям стоял в центре города а парковка бы стоил 3 евро за сутки от этого вы сэкономили а то вчера к сожалению бы не знаю но пришлось создать 36 евро за парковку в центре города какие еще особенности вы успели выявить в этом хостеле что более негативное было ли какие-нибудь первое чтобы добраться до женской душевой нужно проехать четыре этажа вниз и вы представляете это все с банными принадлежностями а потом обратно распаренные вы едете вверх и второе я не поняла как спустить воду из раковины в женской душевой соответственно я устроила засорение раковины кристина ты не смогла справиться с этой ситуацией к счастью такая была раковина только одна все остальные были были вот по-моему вот эти были два минусы явные еще нам очень повезло с номером туалет был напротив да но мы не поняли еще про женские туалеты почему там не ставят мусорок это какая-то тема финская видимо все нужно бросать в анитас видимо и кое-что тоже да либо тащить в номер как как-то это странно все с собой а вы видите какой у нас сегодня солнце яркое может быть сегодня даже будет теплее